Я просто проводил по этой земле, у меня есть заключение, что там от Северного Чертанова там зарыты плиты до 4-5 метров глубиной. Чего там тогда охранять? Там лук и лес. Плиты там торчат одни. Вы мне будете объяснять, где живут животные, занесенные в Красную книгу города Москвы. Вот самое интересное, если ознакомитесь внимательно с этим решением суда, то вы увидите, что не рассматривался вопрос при решении. То есть вопрос не был поставлен о невозможности развития каких-то таких вещей, учреждений на зоне охраняемой. Здесь вообще нет ни слова о том, что это вопрос о землях ОПТ. «Товарищи, это заключение геофизического обследования. Оно меня не интересует. Мы занимаемся и охраняем прежде всего живую природу». «Предмет иска здесь был не тот, который мы сейчас обсуждаем». «Совершенно верно». «Предмет иска, что правильно или неправильно использовался по назначению выделенному». То есть тут сугубо договор обсуждается. Я внимательно сейчас вот прочитала на первую скупку. Значит, о том, что это… То есть представитель противной стороны неправильно представил, кто тут был вообще, с кем судились-то. «Москомзем». 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 Ну как «Москомзем» оформил… «Москомзем» не мог, значит, иск должен быть от организации, которая охраняет природу. Вот именно. И вот эти вопросы в этом заседании суда никоим образом не обсуждались. Совершенно верно. И «Москомзем», который незаконно в 96-м году оформил договор долгосрочной аренды, он, естественно, себя просто-напросто прикрыл вот этим вот решением суда. «Москомзем». «Москомзем».